Здравствуйте! Это Первая студия. С вами Лина Карелина. Доволен ли народ качеством оказания государственных услуг? Кто из госорганов наиболее открыт для населения? Кому возникают вопросы в части прозрачности? В регионе проводили общественный мониторинг. О его результатах мы поговорим сегодня. Гость Первой студии Гульнара Шагирова, руководитель управления государственных услуг Департамента агентства Республики Казахстан по делам государственной службы. Здравствуйте, Гульнара Куанышевна. Мы рады видеть вас вновь в нашей программе Первая студия. Общественный мониторинг качества оказания государственных услуг это процедура такая ежегодная. Расскажите, кто инициатором стал ее проведение и собственно для чего ее проводят? Добрый вечер, Лина. На самом деле вы абсолютно правы. Многое, без чего сегодня немыслимая жизнь человека сопровождается предоставлением государственных услуг. Поэтому вопросы их качества без преувеличения сегодня являются одними из самых главных. Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы ежегодно инициируется проведение общественного мониторинга за качеством оказания государственных услуг. Он проводится посредством госзакупок в рамках госсоцзаказа, для чего это нужно. В рамках общественного мониторинга исследуются, так скажем, наиболее проблемные и наиболее значимые государственные услуги. Либо они забюрократизированы, либо на них поступает наибольшее количество жалоб, либо они оказываются зачастую с нарушением установленного срока. Так вот, в этом году исследованию подлежало 65 государственных услуг, из них 38 оказывают центральные государственные органы, 2 услуги оказывают государственные корпорации и 25 услуг оказывают местные исполнительные органы. Среди них такие востребованные услуги, как вызов скорой помощи. Я отмечу, что в нашей области за данным видом услуга обратилась порядка полумиллиона раз. Назначение государственной адресной социальной помощи. Их было оказано порядка 14 тысяч раз. Ну и важная такая значимая государственная услуга. Одна из приобретения прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, не требующие проведения торгов аукционов. В целом по регионам было опрошено свыше 14 тысяч респондентов. И что дает их оценка? Их оценка позволяет определить доступность и качество государственных услуг и также замерить обратную связь. Есть ли связь между государством и гражданами, которые получают эти государственные услуги? Важно то, что по итогам этого общественного мониторинга на основании тех пожеланий и тех отзывов, которые оставляют граждане, у нас складываются рекомендации, которые потом в дальнейшем позволяют устранить какие-либо административные барьеры или принять меры по совершенствованию, по автоматизации, оптимизации государственных услуг. Вы проводили различные исследования, опросы населения. Что волнует народ? Что они говорят? Что хотят, чтобы улучшилось в части оказания государственных услуг? Какие-то, может быть, предложения они сами вносили? Тех, кто получил государственные услуги, на самом деле их просили оценить качество полученной госуслуги по восьми критериям. Первое – это информация и коммуникация. Второе – доступность и качество. Третье – это профессионализм сотрудников. Четвертое – это процедура оказания услуги, сроки, результат и обратная связь. За исключением обратной связи и результата в целом, итоги общественного мониторинга довольно-таки хорошие. В целом, население удовлетворено качеством полученных государственных услуг. Что касаемо обратной связи, то получены низкие результаты, такие как 2 и 1 балл. Чем это объясняется? Объясняется тем, что население недовольно качеством, итогами рассмотрения жалоб и сроками их рассмотрения. Ну и недовольно опрошенные выражали также недовольство именно способами оплат государственных услуг. Что это значит? Я приведу какие-то комментарии. Люди оставляли примерно такие пожелания, что многие госуслуги платные, хотелось бы сделать их бесплатными. Зачастую при получении государственных услуг мы делаем ксерокопии за свой счет. То есть примерно вот такое недовольство население выражало. Со своей стороны, департамент данный вопрос, данные направления, критерии, он держит постоянно на пульсе. Я хочу отметить, что в части первого недовольства, в части результатов рассмотрения жалоб мы на постоянной основе, это уже стало доброй традицией, проводим мониторинг по соблюдению сроков при рассмотрении жалоб населения. Согласно законодательству, государственные органы должны рассматривать жалобы на качество оказания госслуг в течение 5 рабочих дней. Прошлогодний наш замер позволил определить, что из 20 городов и районов 6 не соблюдали установленные сроки и затягивали рассмотрение жалоб от 7 до 20 рабочих дней. Но с учетом того, что эта работа, она у нас продолжается на постоянной основе, по итогам этой работы мы вносим соответствующие рекомендации. Я думаю, эти факты в текущем году должны быть сведены на ноль. Какие-то конкретные меры принимаются или это все-таки рекомендация и ей должны следовать, они устраняют в течение какого-то времени? Это рекомендации, мы их направляем в адрес государственных органов по устранению допущенных нарушений, проведению семинаров, изучению законодательства о государственных услугах, но в том числе и привлечения мер к дисциплинарной ответственности. Я хотела еще добавить, когда население недовольно оплатой. В этой части мы тоже на постоянной основе изучаем содержание норм, стандартов и регламентов на предмет упрощения оплаты или исключения каких-либо коллизий. И хочу привести пример. Буквально в прошлом году мы установили коллизию в стандартах Министерства здравоохранения. То есть эта коллизия позволяла учреждениям здравоохранения взимать плату за справки с наркологической и психоневрологической организацией. Мы установили эту коллизию, направили через свое агентство предложения в Министерство здравоохранения. Отрадно, что наши предложения были учтены и буквально уже 29 мая приказом Министерства здравоохранения. Номер 86 были внесены соответствующие изменения. И теперь эти государственные услуги, эти справки у нас выдаются, как вы знаете, на бесплатной основе. Это те справки, которые в основном нужны водителям при получении удовлетворения. Они сталкивались, да? Совершенно верно, водителям и на поступление в трудоустройство. Вы сказали, что опрос проводился по всей стране. Вот есть какие-то определенные данные по рейтингу государственных органов. Кто-то может быть наиболее открыт для населения. И в целом, как наш регион выглядит на фоне других областей Казахстана. Действительно, Алина, по итогам общественного мониторинга сформирован такой рейтинг среди местных исполнительных органов. На первом месте Молинская область, на втором месте Кустанайская область и на третьем Карагандинская. Уровень удовлетворенности населения государственными услугами в нашей области составил 4,8 баллов. И мы порядка на 0,05 отстаем от Акмолинской области. Есть госорганы, которые заняли, так скажем, стали аутсайдерами. И они находятся на позициях ниже. Это город Шинкент. Это Алматинская и Туркестанская области. Также рейтинг сформирован среди центральных государственных органов. На первом месте у нас Комитет национальной безопасности, Министерство индустрии и инфраструктурного развития и Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы. Ну и сработали менее слабо. Это Министерство юстиции, Министерство общественного развития и Верховный суд. Что дают эти рейтинги? По итогам этого общественного мониторинга формируется ряд рекомендаций и пожеланий, которые направляются в соответствующие государственные органы, которые допустили те или иные нарушения. Сегодня мы говорим о том, что большая часть государственных услуг переводится в электронный формат. Делается это ежегодно, поэтапно. О том, что спрос населения на электронные услуги возрос, тоже мы об этом часто упоминаем. Что в этой части вскрыл общественный мониторинг? Вообще население довольна тем, как у нас работает эта система, электронное правительство? Лин, вы абсолютно правы. У нас отмечается за последние годы рост электронных услуг. Если говорить про статистику прошлого года, то у нас оказано 10,5 миллионов услуг по области. Это в 2,5 раза больше, чем в 2018 году. Из них 8, порядка 8,5 оказано в электронном виде. Это составило 82%. С учетом такого высокого спроса электронных услуг, безусловно, необходимо сфокусировать внимание именно на мнении населения, когда оно получает услуги посредством портала электронного правительства, посредством портала Елиценз или других информационных систем услугодателя. Так вот, что нам дали итоги общественного мониторинга? Итоги в целом очень хорошие. 4,85 балла. Это и по пятибалльной шкале так оценили получатели услуг именно сервис портала электронного правительства. Они здесь оценили удобство, удобство оплаты и в целом удобство, возможность получения услуг, не выходя из дома и саму навигацию на портале электронного правительства. Также была отмечена в положительном плане возможность на портале электронного правительства вход в свой личный кабинет, на котором отражаются полностью все наши данные. Вплоть до того, какого числа нам было выдано удостоверение, и когда истекает срок, и в какие сроки были получены нами те или иные справки. Ну, чуть менее удовлетворены услугополучатели, это 59% было, именно консультации, за которые они обращались посредством колл-центра. Здесь показателей чуть меньше. То есть недостаточно компетентные специалисты здесь были? Возможно, они достаточно компетентные специалисты, но во многом услугополучатели выражали недовольство в том, что приходится длительное время ожидать, когда ты дозваниваешься, или когда наши звонки переадресуются одному и следующим операторам. Вообще, если говорить об электронных госуслугах, какой процент сегодня оказывается в регионе госуслуг в электронном формате? И когда мы придем к тому, что это все-таки будет 100% или какие-то услуги у нас все-таки останутся еще? На сегодня в области свыше 8,5 миллионов госуслуг было оказано в электронном виде, это 82%. Что касаемо полного перевода, не частичного, существуют такие госуслуги, которые все-таки требуют контакта. Давайте будем говорить об обследовании населения. Когда мы проводим идентификацию сельхозживотных, на портале результатом услуги значится уведомление, когда вам нужно прийти в тот или иной госорган, чтобы забрать результат. Но, тем не менее, контакт сохраняется, потому что нужно будет провести ту или иную работу. Поэтому отдельные государственные услуги требуют еще контакта. Но в целом динамика наблюдается. И в отдельном моменте следует упомянуть управление здравоохранения, в целом услуги, которые оказываются учреждениями здравоохранения, потому что здесь значительный рост услуг, оказанных в электронном виде, наблюдается за счет внедрения именно информационной системы ДОМУМИД. Сегодня само агентство и его территориальные департаменты также оказывают государственные услуги. Одна из них – это тестирование государственных услуг. Здесь как-то проверяли на момент прозрачности, честности, открытости? На самом деле, да, агентство и его территориальные департаменты, они являются ответственными за оказание государственной услуги, тестирование государственных служащих, претендентов на занятия в аккаунтной административной должности, а также лиц, впервые поступающих на правоохранительную службу. В рамках исследования данной государственной услуги было опрошено 169 респондентов. Большая часть из них – это мужское население, 59%, остальное было опрошено женское население. В целом, наблюдается высокий уровень оценки данной государственной услуги. 87% услугополучателей отметили, что полностью удовлетворены полученными результатами. И хочется отметить отрадно, что по комментарии показали, что отдельные наши инициативы, инициативы, принимаемые департаментом, они нашли свое отражение положительное на мнении услугополучателей. Я приведу пример. Один из заброшенных в цоне города Кустанай отметил, что та памятка, которую мы разработали, она стала для него своевременной и полезной. Почему? Потому что она стала как навигацией. С помощью нее он выбрал именно ту категорию, которая ему необходима была при сдаче тестирования. И в целом департамент на этом не останавливается. Хочу отметить, что в августе прошлого года был запущен дополнительный зал тестирования в городе Аркалыке. Более того, также проводятся постоянные семинары с сотрудниками госкорпорации, именно с теми сотрудниками, которые осуществляют первичную консультацию. Почему? Потому что от них многое зависит. Люди впервые видят их, встречаются с ними. Зачастую многие плохо ориентируются на той или иной категории. При этом своевременная ориентация позволяет выбрать необходимые категории или программы при прохождении тестирования. Если в целом вернуться к вопросу в электронных государственных услугах, насколько население их воспринимает в части того, чтобы попытаться получить услугу дома? Как часто люди перестали приходить в ЦОН? Понятно, что там есть уголки самообслуживания. Как-то держите связь с сотрудниками Центра обслуживания населения? Или у них все такой же поток, и люди получают ЭЦП, но все-таки приходят, чтобы помощь оказали специалисты в получении государственной услуги через электронный портал? Помимо отделений государственной корпорации, хочу отметить, что у нас по области созданы уголки самообслуживания. Их таких уголков у нас по области свыше тысячи. То есть они расположены в аппаратах Акимов сельских округов. Если кто-то желает получить услугу в электронном виде, ему подскажут, помогут, направят, сориентируют. Они находятся у нас в школах, во всех библиотеках, колледжах. Поэтому то население у нас сегодня учится получению услуг в электронном виде. Более того, я хочу отметить, что буквально с февраля месяца мы расширили ресурсы Центров по развитию языков. То есть они сегодня не только обучают языкам, но они и обучают населением IT-грамотности. Это у нас есть во всех центрах городов и районов. В областном центре это в центре Тельдарын. Обучение проводится с 3 часов с 15.00 до 18.00 еженедельно по пятницам. И при этом лично я слышу очень много положительных отзывов о том обучении, которое сегодня проводится там. Обучение проводится сотрудниками государственной корпорации. И перед тем, как запустить это обучение, совместно с нами была согласована учебная программа. То есть там есть не только теоретические знания, но и практически человек уже на выходе. Он умеет пользоваться порталом электронного правительства, умеет получать электронные цифровые ключи. И вместе с тем, более того, в его мобильном приложении, в мобильном телефоне настроен ряд приложений, которые позволяют получать услуги, не выходя из дома и без электронной цифровой подписи. Как можно попасть на эти курсы и сколько они длятся? Курсы будут длиться до конца года. Они запущены с февраля. И еженедельно по пятницам с 15.00 до 18.00 эти курсы идут во всех городах и районах, в центрах по развитию языков. А у нас это в Тельдарыне. Контингент обучающихся. Это люди среднего возраста или это продвинутая молодежь. Может быть, приходят люди преклонного возраста, кому очень сложно разобраться во всей этой системе. Эта работа проводится совместно с местными исполнительными органами, с акиматами городов и районов. Изначально контингент был выбран государственные служащие, правоохранительные службы. Мы думали начать с них. Более того, мы хотели начать с нашего департамента, чтобы наши сотрудники обучались. Но мне приятно. Эти объявления о том, что проводятся курсы, они были размещены во всех социальных сетях. И отрадно, что сегодня даже наши сотрудники не всегда могут попасть, не хватает мест, потому что население ходит, обучается. И в целом эти услуги, которые сейчас были предоставлены для населения, они востребованы. Если говорить о мониторинге, если поставить результаты прошлых лет, какие-то положительные сдвиги есть? Либо напротив, недовольство граждан теми или иными услугами сохраняется в обществе? По результатам общественного мониторинга, проведенного в минувшем году, в 2019 году, уровень удовлетворенности к качествам оказания госуслуг составил 74,8%, или это 4,73 балла. Если сопоставлять эти результаты относительно 2018 года, то наблюдается уровень удовлетворенности повышения на почти 2,5%. В целом улучшились такие показатели, как оперативность сотрудников на 0,28 баллов, улучшились такие показатели, как удобство и доступность государственных услуг, и более того, по всем регионам отмечается приращение оценки, прирост по такому показателю, как сроки оказания госуслуг. Наблюдается он на 0,34 балла. То есть вот эти три показателя, оценка ясности и достоверности, оперативность, информация и сроки, этими четырьмя критериями населения удовлетворено больше, чем в прошлом году. В 2018 году. Раньше мы часто слышали о том, что население не совсем удовлетворено госуслугами в сфере земельных отношений. Очень много было нареканий, жалоб. Сейчас как-то ситуация изменилась, и что делали в этом направлении, какая работа проводилась, чтобы как-то стабилизировать? На самом деле статистика жалоб минувшего года показала нам, что самым уязвимым вопросом остается вопрос предоставления земельных участков. Как и прежде, на сферу земельных отношений поступает наибольшее количество жалоб. В прошлом году их количество составило 41%. Поэтому действительно данная сфера находится в центре внимания. В рамках общественного мониторинга в сфере земельных отношений было изучено 4 государственные услуги. Первая – это выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка. Вторая – это приобретение прав на земельные участки, которые не требуют проведения торгов и аукционов из государственной собственности. Третья государственная услуга была продажа земельных участков в частную собственность в рассрочку. И, наконец, четвертое – это предоставление земельного участка для строительства объектов в черте населенного пункта. В рамках исследования данных государственных услуг было опрошено от 80 до 400 респондентов. В целом 75% опрошенных людей выразили мнение, что удовлетворены полученными государственными услугами. Но обратную связь мы получаем из тех комментариев из оставшейся доли людей, которые не совсем довольны. Согласно комментариям, отзывы бывают абсолютно разные. Есть и положительные, есть и отрицательные. К примеру, в селе Амангельды при изменении целевого назначения земельного участка выразили, что все отлично. В районе имени Биембета Майлина отметили, что оплата через портал электронного правительства очень удобная и не затрачивает много времени при получении услуг в сфере земельных отношений. А вот в Карасузском районе, напротив, отметили, что сотрудники медленные, неоперативно работают. К сожалению, наибольшее количество негативных комментариев именно в областном центре в городе Кустанай. То есть отметили на то, что долго затрачивается время на получение информации, очень долго. Соответственно, и тянутся сроки оказания государственных услуг. Отметили на то, что неоперативность, неоперативность, отсутствие информации. То есть вот эти пожелания и негативные отзывы были именно в городе Кустанай. По итогам этого все выводы и рекомендации, которые были отражены в общественном мониторинге, мы направляем в государственные органы, на которые были негативные комментарии, и в адрес государственной корпорации. В адрес государственной корпорации поступало очень много негативных комментариев в честь того, что мало парковочных мест. Я думаю, здесь, наверное, имеет в виду цион номер один города. Также отмечают, что сотрудникам госкорпорации многое зависит от их консультации. Ответили, зачастую упоминают их непрофессионализм. В этой части, с целях недопущения таковых подобных негативных отзывов, буквально с этого года мы утвердили график проведения семинаров с сотрудниками госкорпорации, с соответственными услугодателями и с нами, согласно которому мы на еженедельной основе будем проводить обучающие семинары по разъяснению норм законодательства о государственных услугах. В той части, когда говорят, что услуги в сфере земельных отношений, они необоснованно затянуты сроки или какие-то есть дополнительные административные процедуры, в этой части департаментам самостоятельно изучаются требования и направляются предложения в агентство по исключению коллизий и противоречий. Я вот приведу пример. Буквально недавно агентство нас поддержало и направило наше предложение Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, когда в части сроков были разногласия, когда мы говорим по стандарту один срок, а по земельному кодексу другой срок. Эти коллизии позволяют отдельным органам-услугодателям сроки оказания услуги использовать на свое усмотрение при оказании государственных услуг. Более того, вот эти итоги общественного мониторинга мы рассматриваем на площадках общественных советов городов и районов, а также на площадке межведомственной рабочей группы по улучшению качества оказания государственных услуг. Это позволяет нам каждую рекомендацию держать на особом контроле именно со стороны общественности. В ноябре прошлого года был подписан закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты страны как раз по вопросу оказания государственных услуг. Что будет по-новому, что изменится? Прежде всего в интересах населения. На самом деле, да, с учетом нововведенных изменений есть многие новшества, которые направлены на совершенствование порядка оказания государственных услуг. Я начну с самого главного. Первое. В законе о государственных услугах изменилось понятие, что такое государственная услуга. Теперь предусматривается, что госуслугу можно получить и без обращения. То есть мы с вами материальное или нематериальное благо можем получить без обращения. Когда госорган сам, зная, владея о вас той или иной информацией, может инициировать процесс оказания государственной услуги. Такая государственная услуга называется проактивная государственная услуга. Но здесь есть обязательное условие. Она требует, чтобы вы письменно дали, не письменно, а дали свое согласие посредством сотовой связи, то есть посредством своего мобильного телефона. Это означает, что у госорганов будет опережающая реакция на какие-то ваши отдельные обстоятельства жизненные. Они сами будут вам предлагать получать государственные услуги. Но чтобы было более понятно, я приведу пример. Когда у нас мамы получают звание алтналка или кумусалка, после этого они ранее ходили за пособием положенным. Теперь, как только это звание им присвоено, они за пособием не обращаются, пособие начинает начисляться им автоматически. Это такой вид услуг, называются уже в действующем законодательстве проактивные государственные услуги. Второй момент. У нас ранее государственную услугу мы оказывали в соответствии со стандартами и регламентами. Более того, у органов-услугодателей еще и руководствовались правилами. Теперь, согласно новому законодательству, внесенным изменениям в государственные услуги, мы оказываем соответствие с нормативно-правовыми актами, которые определяют порядок оказания госуслуг. Я назову вкратце плюсы. Но первое, раньше было три нормативно-правовых актов, и у каждой регулировал отдельный порядок. Зачастую в них содержались коллизии и противоречия. Теперь эти три НПА будут объединены в один. Соответственно, органам-услугодателям будет проще оказывать государственную услугу и не будут допущены те или иные нарушения, которые допускались ранее. Более того, из закона о государственных услугах исключено такое понятие, как регламент. Раньше наши местные исполнительные органы утверждали регламенты, вносили в них изменения. В настоящее время эта нормотворческая деятельность тоже исключена. Порядок оказания госуслуги будет регулироваться только нормативно-правовыми актами в сфере оказания государственных услуг. Ну и отсюда перераспределены полномочия. Сегодня реестр государственных услуг будет утверждаться центральными государственными органами. Раньше реестр государственных услуг утверждался постановлением правительства. Я думаю, тоже здесь ожидаются плюсы. Почему? Потому что теперь, наверное, вноситься в реестр государственных услуг, внесение изменений будет более в оперативном порядке. Следующий момент. Ранее мы с вами для использования наших сведений, персональных данных, давали согласие только письменно. Сегодня таковые согласия. Мы сегодня уже с вами говорили об электронных услугах. Мы будем давать подобное согласие посредством электронно-цифровой подписи и посредством наших сотовых телефонов. СМС-ка? СМС-ка. Раньше была такая неплохая тенденция проводить ярмарки государственных услуг. Как-то эта работа продолжится? И что дали эти ярмарки в прошлые годы? С учетом того, что в прошлом году данные ярмарки дали нам обратную связь с населением, то есть поступали и предложения, и отзывы. В то же время мы в проведении их обучали население навыкам использования портала электронного правительства. В этом году данная традиция будет продолжена. Ранее мы проводили только сами эти ярмарки. Сегодня акиматы городов и районов подхватили эту инициативу и самостоятельно в городах и районах данные мероприятия проводят. Я хочу сказать, что данные ярмарки уже дают положительные примеры о том, что они населению нужны. К примеру, к нам в ходе одного из мероприятий обратился мужчина, который был фактически живой, но судом признан умерший. Поэтому он не мог получить ряд отдельных государственных услуг. Более того, у него складывались такие обстоятельства, что ему нужно было в скорейшем времени, чтобы зарабатывать, чтобы трудоустроиться, оформить те или иные документы. Поэтому здесь мы ему оказали помощь, помогли и потом гражданский кодекс позволяет в таких случаях заново признать его живым. Помогли его, признали и сегодня в действующих нормативно-правовых, в действующих информационных системах он числится живым и теперь может реализовать все законные положенные права и интересы. Насколько активно в районах такие ярмарки будут проводиться? В районах они у нас проводятся на ежеквартальной основе. То есть предварительно местные исполнительные органы информируют население, информируют посредством размещения информации на своих интернет-ресурсах, информируют посредством размещения публикации в районных и городских газетах, определяют места, именно такие, которые удобны для населения и проводят их на ежеквартальной основе. Потом, впоследствии, они эти все мероприятия освещают в средствах массовой информации, подоставляют информацию к нам в департамент. И какие госорганы там будут присутствовать в этом году? В данных мероприятиях, как правило, участвуют те госторственные органы, которые оказывают массовые востребованные госторственные услуги. Безусловно, это сфера здравоохранения, это сфера занятости и защиты населения, это сфера земельных отношений, сфера жилищно-коммунальных отношений, сферы архитектуры, сфера ветеринарии. То есть это те госорганы, которые оказывают наиболее массовые и востребованные госторственные услуги, за которыми зачастую наши получатели услуг обращаются. А как-то считали, подводили какой-то итог, сколько все-таки население за прошлый год обратилось на эти ярмарки государственных услуг? Это сложно почитать. Мы скорее считали, какое количество людей в ходе этих ярмарок получило те или иные справки. Ну, порядка 25 тысяч человек у нас выходило. Цифра, статистика. У нас буквально осталась минута до конца нашего эфира. У вас есть возможность обратиться к нашим зрителям. Уважаемые зрители, я хотела бы вас призвать не забывать обжаловать свои законные права и интересы. В случае, если допущены нарушения сроков или вам необоснованно отказали в оказании той или иной госторственной услуги, или вы считаете, что от вас истребовали излишние документы, или оказали услугу при неполном пакете, вы вправе обратиться в наш департамент. У нас есть телефон доверия 39 22 81 или обратиться к нам письменной жалобой. Более того, сегодня, пользуясь случаем, хочу отметить, что запущено мобильное приложение, которое называется «Цифровой агент», с помощью которого можно обжаловать действия сотрудников госкорпорации. Это список расширен сотрудников органов госдоходов, сотрудников центров занятости. Как только вы оставляете свою жалобу, ваша жалоба попадает сразу к нам, сотрудникам департамента, и мы буквально в течение нескольких секунд с вами связываемся. Уже есть несколько положительных примеров, когда в оперативном порядке права и законные интересы граждан были восстановлены и защищены. Спасибо вам огромное за эту беседу. Это была программа «Первая студия». С вами была Алина Карелина. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok